ВСЕМИРНЫЙ ПУШКИН ВСЕМИРНЫЙ ПУШКИН Болдинская осень встретила победителей и лауреатов ежегодного проекта «Всемирный Пушкин». Здесь в имении знаменитого поэта уже в пятый раз подвели итоги международного творческого конкурса для молодых поэтов и прозаиков. Мы получили на конкурс более полутора тысяч прозаических и поэтических работ. И сегодня здесь, в Пушкинском Болдине, на территории государственного, литературно-мемориального и природного музея-заповедника Александра Сергеевича Пушкина проходит финал пятого международного творческого конкурса «Всемирный Пушкин». Музей-заповедник в Большом Болдине – знаковое место для солнца русской поэзии. Именно здесь, вдали от мирской суеты, Александр Сергеевич Пушкин смог по-настоящему раскрыть свой талант и закончить работу над величайшим творением Евгений Онегин, циклом «Повести Белкина», поэмой «Медный всадник» и другими. Творческий проект для молодежи «Всемирный Пушкин» организует фонд «Русский мир» совместно с Государственным литературно-мемориальным природным музеем-заповедником Болдина. Руководители каждый год готовят для финалистов большую трехдневную программу. Это обзорные экскурсии по нижегородской земле, прогулки на лошадях, выставки и концерты. На конкурс пришло достаточно много работ. Работа достаточно хорошего, высокого уровня. Я бы просто хотел поблагодарить, прежде всего, всех конкурсантов. Вы большие молодцы, что нашли в это время, непростое время, в себе силу и желание принять участие в конкурсе. Главными традициями для всех гостей Большого Болдина стали знаменитые чаепития в Господской усадьбе и танцевально-театральное представление бал «Пушкинских героев». Многие участники конкурса приезжают в Болдина уже не в первый раз. Но о времени, проведенном в имении, поэты всегда вспоминают с любовью. Но вот я приезжаю и вижу, что Болдина осталась таким же, каким я его встретил в 2017 году. Таким же удивительным, таким же вдохновляющим, таким же пропитанным вот этой удивительной энергетикой. То есть «Пушкин» здесь как городообразующее предприятие. И это чудесно, что есть на Земле такие уголки, в которые вне зависимости от своего состояния, вне зависимости от настроения, вне зависимости от политических каких-то треволнений, можно приехать и прикоснуться к тому, что остается неизменным на протяжении долгого времени. Дарина приехала в Болдино из Донецкой Народной Республики. Во всемирном Пушкине она участвует уже в третий раз. Девушка пишет стихи и часто подает свои произведения на международные конкурсы. В интервью Дарина рассказала, что творчеством была увлечена еще с раннего детства. Я всегда что-то придумывала, сочиняла, какие-то истории. В школе я начала заниматься в литературной студии, где, собственно, уже научилась писать более грамотно, более правильно и красиво. И тогда же меня стали направлять на различные конкурсы. В общем-то, с тех пор я постоянно участвую в конкурсах литературных. Достаточно часто побеждаю, в том числе на различных международных фестивалях участвую. На данный конкурс я посылала подборку из десяти стихотворений. Они были на свободную тематику. В общем-то, ну и приглянулись они членам жюри. Я участвую в этом конкурсе уже третий раз, третий год. Ну и третий год занимаю какое-то место здесь. Конкурс «Всемирный Пушкин» был создан в 2017 году. За это время экспертный совет и члены жюри собрали множество работ талантливых писателей и поэтов. Теперь ознакомиться с ними можно в сборнике лучших произведений финалистов. Любовь Курьянова, Александр Пасечник. Специально для телеканала «Русский мир». Узнать больше об истории литературы и языка. Такую возможность предлагает Институт русского языка имени Пушкин. В Международный день грамотности эксперты провели ежегодную акцию и ответили на вопросы школьников и студентов. Авторы самых оригинальных вопросов получили специальный приз «Яндекс.Станцию». Побеседовала с искусственным интеллектом ректор института Маргарита Руцецкая. Российское общество знания уже в четвертый раз организует совместный проект с Институтом русского языка имени Пушкина. Накануне Международного дня грамотности эксперты проводят лекции на онлайн-платформах и дают ценные видеосоветы для школьников и студентов. Все желающие могут оставлять свои комментарии, вопросы лучшие из которых будут отмечены специальными призами. В этот раз участники онлайн-лекториев задавали преподавателям вопросы о литературе. Например, можно ли разделить ее на полезную и вредную? И как научиться разбираться в поэзии? Сегодня в век цифровых технологий, в век цифровизации и наши подарки, подарки, способствующие обучению, получению новых знаний, но подарки, конечно, технологичные, подарки цифровые. Голосовые помощники, разработанные на основе искусственного интеллекта, получат сегодня авторы самых лучших вопросов. Но и перед тем, как передать эти подарки в руки наших победителей, мы тоже решили пообщаться с искусственным интеллектом и проверить, на все ли вопросы, на которые отвечали эксперты, есть ответы у искусственного интеллекта. Ну что ж, попробуем. Алиса, скажи, как определить, к какому рангу относится писатель? Вот что нашла в сети. Часто говорят, писатель первого ряда, писатель второго ряда, третьего ряда. Как определяются эти ранги? Чем они отличаются? На вопрос отвечает доцент кафедры мировой литературы Иван Леонов. Спасибо, Алиса. Здорово. На ответах наших экспертов, преподавателей Института Пушкина, учатся не только студенты, школьники, но и даже голосовые помощники. Ну что же, дорогие друзья, это был, конечно, шуточный диалог с голосовым помощником, но вместе с тем, я думаю, нам всем стало наглядно, понятно, что, несмотря на стремительное внедрение цифровых технологий в нашу жизнь, в коммуникацию, тем не менее, остаются вопросы, ответы на которых нужно и можно искать именно у экспертов. Если еще какие-то вопросы остались неотвечными и ваши голосовые помощники оказались бессильными в поиске ответов на них, обращайтесь в Институт Пушкина, обращайтесь в Общество Знания. Всего вам доброго и новых знаний, новых открытий. В этом году мы отмечаем 200-летний классика русской литературы Федора Достоевского. Его произведения читают во всем мире, а интерес к личности писателя не угасает до сих пор. К предстоящему юбилею в Москве представили новый арт-объект. На открытии побывал проправнук великого писателя. Этот уютный городской арт-объект в самом центре столицы уже третий памятник Достоевскому в Москве. Автор проекта, скульптор Анастасия Лужина, представила знаменитого классика в необычном образе. Здесь Федору Достоевскому 25 лет. Именно в этот период жизни он решил посвятить себя творчеству. В руках будущего писателя – книга Борис Годунов. Достоевский ценил произведение Пушкина и старался следовать его литературным методам. Конечно, Достоевский, я всегда об этом говорил и в книгах, и устно, что он московский писатель. Он здесь родился. Но мы знаем, что характер человека складывается до 15 лет. В общем, в основном, убеждения человека. Если мы возьмем идеологию Достоевского, позднюю, то, конечно, она корнями уходит не в Петербург, а в Москву. Специально к открытию арт-объекта из Санкт-Петербурга приехал проправнук русского писателя. Алексей Достоевский живет в северной столице России и работает судоводителем. Признается, что произведения своего прадеда оказали большое влияние на его становление. А чтение книг – одна из главных традиций в его семье. Очень немного писателей, которых я пересчитываю еще и еще и еще. Самый любимый, пожалуй, «Идиот». А так, ну вот, пятикнижие Достоевского, подростка, тоже надо бы в школе дать. Ну, в семье Достоевского еще, когда Федор Михайлович был мал, много читали. Мы стараемся читать вслух, но я, моя жена, пока дети не выросли, мы много читали. Сейчас мы дети читающие люди. Я думаю, что отчасти это и моя заслуга. С инициативой создать арт-объект выступили организаторы книжного клуба «Достоевский». Теперь, прогуливаясь в центре столицы, можно посетить оригинальную композицию и даже посидеть на одной скамейке вместе с молодым Достоевским. Полина Прокопенко, Равид Гор, специально для телеканала «Русский мир». Необычный модный показ подарил своим посетителям главный книжный страны. В честь Всемирного дня красоты. Подробности в сюжете. Ценители Прекрасного были приглашены на модный показ коллекции современных российских модельеров в книжном магазине «Библиоглобус». Работу дизайнеров представили участники уникального в мире моды проекта «Модели без границ». Его автор и руководитель Марина Корнилова рассказала об истории создания проекта и пригласила всех желающих раскрыть свою индивидуальность и красоту, присоединившись к другим моделям без границ. Вы знаете, философия проекта заключается в том, что мода она для всех. Для всех и для каждого. То есть, вне зависимости от того, какие у вас параметры, какой возраст, какой рост, какого вы вероисповедания, национальности, мода она для всех. Для всех есть место в мире моды. Для каждого костюма, для каждого направления, ну и, соответственно, для каждого человека. Нужно просто выбрать по душе, что нравится, и носить красиво в повседневной жизни. В программе показа были представлены изделия пяти дизайнеров. Коллекцию из натуральных тканей по мотивам русских народных костюмов показала Елена Афанасовская. Марина Варшавская презентовала авторскую коллекцию палантинов из шелка. Ирина Восторгова – современных женских сарафанов с использованием национальных мотивов. Авторскую эко-одежду, выполненную методом мокрого валяния и дополненную рисунками в технике «Шерстяная акварель» в коллекции «Птица Сирен» представила Ольга Ремнева. Модельер Марина Куракова рассказала о своей необычной коллекции «Дикий шелк», вошедшей в историю модного показа и запомнившейся своей практичностью, изяществом и красотой. Эко-крашение – это так называемый ботаник-принт, это печать листьев, вот для примера, на ткани. Только это можно сделать, то есть это настоящие листья, отпечатки настоящих листьев, которые растут на деревьях. Именно дизайном и эко-крашением я занялась не очень давно, всего-навсего лишь в прошлом году. Начала с плотков, с шелка такого более нежного, он более простой для работы и получаются более интересные эффекты. Модный показ был посвящен не только внешней красоте, но и внутренней, той самой, которая спасет мир и есть в каждом из нас. Евгения Фахурдинова, Равид Гор, специально для телеканала «Русский мир». О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. До новых встреч и до свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова